Дорогие друзья, всем привет в этот светлый день 7 января. Я вас всех поздравляю с Рождеством Христовым. Пускай в вашей семье всегда будет тепло, уютно. Пускай вы все будете всегда счастливы, чтобы у вас всё всегда получалось. Ну и всего самого хорошего вам и вашим семьям. У нас прекраснейшая погода. 7 января плюс, ну плюс 20 уже, если честно, мы до сих пор у мамы. Тут подживаем с месутом и собираемся сейчас в больницу. Будем сегодня проверять, пришли анализы или нет. Сегодня хотели получить результаты анализа на антитела, чтобы узнать, есть ли корона у мамы. Но, к сожалению, вроде бы как крови не хватило и придется заново сдавать кровь. Ну в общем, как обычно у нас всё. И также есть в Турции электронная база всех жителей, да, не только граждан, но и приезжих, да, где расположены все данные о здоровье, там о долгах, например. То есть все-все данные про человека есть в электронной базе. Вот. И нужно от этой базы получить пароль на почте. И у меня этот пароль есть, то есть я запросто могу зайти в электронную базу и посмотреть, какие анализы я раньше сдавала, какие были болезни, какую больницу я ходила. То есть всё, вся-вся информация есть о человеке. Какая группа крови и так далее. Достаточно просто знать свой логин и пароль и заходить в эту систему. Система называется PULS на турецком NABYS. Вот. И нужно получить пароль от этой системы, чтобы мы могли, да, узнать мамины результаты, вот так вот сидя дома, чтобы никуда не нужно ехать было и просто вот сидя дома узнать результаты. Нам ещё нужно попасть к врачу, чтобы она прописала помимо антибиотика что-то ещё. Потому что если есть корона или мама её перенесла, то есть обычным антибиотикам это всё дело не вылечивается. Поэтому весьма странно, почему она не назначила там всякие ингаляции и тому подобное. Не знаю, действительно, может врачам просто невыгодно нас лечить? Не понимаю я. Как-то врачи как-то халатно относятся вот к лечению пациентов, если честно. И она нам сказала то, что уже, например, если, то есть, да, везде говорят то, что сейчас наоборот, да, вышел новый штамм коронавируса, да, гуляет по странам. Она говорит то, что сейчас, если заболеваешь коронавирусом, то есть инфекция не так оседает в лёгких, то есть ты быстрее можешь выздороветь и намного легче проходит болезнь. Вот что она сказала. Но я не знаю. Посмотрим, друзья. Вам я желаю прекраснейшего настроения. Зовите всех своих друзей, родственников за стол. Готовьте стол, потому что сегодня Рождество. Дарите друг другу подарки. В общем, хорошего, да, хорошо всем отметить Рождество. Друзья, чтобы вы понимали, на улице плюс 20 градусов. Представляете, мы, значит, в зимних куртках повыходили. Жара страшная. Мы просто теперь сидим и думаем, а что, какое лето будет в 2022 году. Это будет ужас. Куда нам бежать? Куда нам бежать? Будем, в горы побежим, наверное. В горах прохладнее. Жарища, ребят. Да. Реально уже весна. Смотрите, какая погода шикарная. Такое солнце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова то есть даже от не какой-то нужен документ я могу зайти запросто его взять или же например результаты анализа то есть не нужно например если ты идешь другую больницу да а перед этим ты делал в другой больнице там сдавал на анализы до сдавал анализы и ты можешь просто-напросто в эту базу зайти взять те анализы которые ты сдавал в другой больнице и отдать до врачу из этой больницы общем реально удобно молодцы не знаю есть нас в украине такая служба или нет в турции есть а В общем, друзья, мы уже сходили к доктору, результат на антитела вышел негативным, показывает то, что у мамы нет короны, но врач сказала, что высокий риск тромбообразования, то есть тромбоз высокий, и выписала лекарство для разжижения крови. Она сказала, что этот тромбоз вообще появляется, да, может быть, при короне, поэтому она говорит, что корону исключить не могу, я не знаю, какой нужно, блин, сдать реальный анализ, чтобы показала, есть корона, или ты ее перенесла, или нет, что за бред, говорит, антитела могут появиться и через месяц, так что сдавать каждый день ходить по 500 лирц, и все, что, я не знаю, да, сказала пить, если у людей есть корона, они пришли, да, у них показал позитив, да, не знаю, все еще надо сдать, я уже не знаю. Сказала пить антибиотик, еще завтра какой-то анализ, будут результаты, тоже, по-моему, на тромбы, вот, и мы посмотрим, высокая, сильная тромбообразование или нет, но уже пьет она для разжижения крови, в общем, ну, вроде как по анализам короны нет. Вчера она была уже 99% уверена на то, что есть корона, в общем, не знаю, может, тогда и уместут, а нет короны. Ну, наверное, нет, просто воспаление легких, где-то подхватят, и все. Ну, что, друзья, как будто бред происходит. Ну, уже один тест делали, да? А это уже антитела, что уже надо? Другое тесто не так. Ну, да. У Халилки все прекрасно со здоровьем. И ни сахара у него нет, ни холестерина. Витаминки она ему выписала, он пошел купил витаминки обязательно. Вот, а так здоровый вообще, ни тромбоцитов у него нет, ничего, все хорошо. А еще у мамы повышенные лейкоциты, ну, это при воспалении легких, понятное дело. А где несут вот эти анализы? Несут анализы у меня. У него выше лейкоциты намного. А тромбоциты что у него есть? Вот у него высокие тромбоциты, лейкоциты, лимфоциты. А ты что, и тромбоциты высокие? Да. У него все высокие. Вот эти вот три показателя у него высокие. Ты увидела? Да. У меня есть, кстати, эти анализы, сейчас можно посмотреть. Где тут? Ну, у меня в телефоне есть анализы. Ну, покажи. Сейчас. Друзья, мы приехали... Хорошо, мам. Мы приехали в кафе. Такое красивое. Рядом вот тоже, смотрите, какое интересное здание. Это тоже кафе. Мы никогда там не были. Там пьют алкоголь, и Халил с Мисутом говорят, что это грех, и мы туда не ходим. Надо хватит заливать. Смотрите, какое красивое, яркое заведение. А правда Мисут говорит, что это грех. Он же набожный такой. Намаз делает пять раз в день. Смотрите, как красиво. Хочешь, будешь? Я на этом буду. Как кукольное такое место. Так же есть... Да, это же кафе есть... На Марине. Ну, сами решают, но мне все равно. Или тут. Ну, смотри, котики. Мои солнечки, мои. Вот этот красивый. Латусики. Латусики мои. Все, пошли. Я опять забыла им взять поесть. Как... Господи, сказала, давай же возьмем. Как обычно, все. Все как обычно. Господи, помилуй. О. Пс-вс-вс-вс-вс-вс-вс-вс-вс. В Турции только такие посетители. Вот они сидят. Пришли пить кофе. Пс-вс-вс-вс-вс-вс-вс-вс. какая красота пальмы шикардос такое красивое заведение яркое тепло и вообще я сижу без куртки шикарно в общем не знаю все у нас в порядке короны нет только воспаление легких вылечиться мы хотели посмотреть анализы у мисута а у мисута нет тромбоцитов у него вообще нет тромбоцитов в организме не можем загнать девочки сегодня у нас был такой скандал утром потому что куда ты пошла потому что мисут тоже больной воспалением легких вот когда начинаю видео у нас воспаление легких у нас сегодня утром был скандал ему выписали антибиотик он пропил антибиотик две недели доктор сказала срочно идти ко мне будем опять делать кт издавать значит кровь на она и слышу думаете что кто-то пошел нет сегодня мы с мамой его терроризировали дома это какой-то ужас он обиделся одессы и ушел выше ушел с дома нормально вообще я в шоке я в шоке просто это самое хотим загнать его больницу он не идет как это вдруг тебя там иди знаю может легкие горят а он ходит по улице короче это ужас него тоже была очень высокая инфекция в крови я шо он делает я шо он это вообще это любовь к ты там друг на друге я не знаю что с ним просьбой не знаю в общем друзья не знаю мы поссорились миссу там как это так так хватно относиться к своему здоровью он халила не выгонишь с больницы а миссу то не даму лишь ужас покажи видимо тренировки а что они делают они обнимаются еще друг на друге лежат мужем холодно спроси холодно или нет нужно полет а что вы делаете друзья что нам делать с миссу там как его затянуть в больнице мы его думаем его усыпить на ночь привязать его завязать и значит вести в больницу не знаю что с ним происходит и он еще жалуется то что ему как бы плохо он такой слабый или куда еле ходит короче не эти все последствия конечно же вытекают отец воспаления легких все у нас не слава богу мама говорит то что у меня какие-то красные глаза уже надо ехать в больницу сдавать кт смотрите какой красивый какая 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 да смотрите какой красивый горячий шоколад потрясающе вот этот чай тут у тебя мог а чего ты смеешься